Джозеф Шенк Джозеф Шенк Амина Мэри Шо, Джо Хорн Гай Киби и другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Мне кто-то однажды сказал, если хочешь увидеть рай, летим со мной. Хей-хей, летим со мной к далеким южным морям. Где-то в далеких южных морях никогда не бывает ни ветра, ни снега, ни дождя. Ветер, ветер, невероятные силы ветер, нагоняет тучи, затмевает небо. И вот он отправился к южным морям. Заботы в сторону. Он сам себе командир. Дни напролет он плывет по волнам, в надежде отыскать свой рай. Ветер, ветер, ветер Раз, два. Вольно. Сержант Вильямс, возьмите командование на себя. Отряд, равняйся. Нам срочно нужно пополнить запасы сигарет. Я знаю неподалеку здесь один магазин. Город Пагу-Пагу. Гостиница-магазин. Иди сюда, негодник. Я кому говорю. Ну и лежи здесь. Сколько тебе вздумается, можешь не вставать. Здравствуй, мамуля. Как поживаешь? Здравствуй, Ахара. Ну и утро выдалось. Ты только посмотри на этих озорников. А ну-ка, подъем. Скажи-ка, мамуля, где твой муж? А что нужно? Сигареты. Сигареты еще не завезли. Правда? А где Хорн? Спит? Неужели? Что ж, в таком случае нам придется его разбудить. Думаю, нет. Я думаю, да. Приведите его, ребята. В чем дело, мамуля? Твой опять дело натворил? Да что ты такое говоришь? Мой муж очень хороший человек. В чем дело? В чем дело? Не волнуйся. Где я? Дома. Уверена? Как дела, Джон? Что там у нас? У нас ни капуста, ни сардин, ни персиков, ни говядины. Ни сигарет? А ну, подъем. Стойте, стойте. Стойте. Еще рано для прогулки. Да ладно. Ну, хорошо, если вы настаиваете. Приготовьте, пожалуйста, ваши посудочные талоны и паспорта. Итак, вам нужен мой паспорт? Да, мэм. Билет первого класса. Миссис Роберт Макфаил. Мы с мужем пользуемся одним паспортом, но на этот раз нет. На случай моего посещения соседнего острова, пока муж работает. Интересно, почему идет дождь? Он когда-нибудь заканчивается? Да, мэм. Если бы вы более оперативно работали, нам не пришлось бы так долго ждать. Подождите. Вот, пожалуйста. Билет первого класса. Миссис Альфред Дэвидсон. Маршрут Сан-Франциско-Апиа. С промежуточной остановкой в Пагу-Пагу. Спасибо. Положите на стол, пожалуйста. Билет первого класса. Имя пассажира доктор Роберт Макфаил. Инспектор, не подскажете, что означает Пагу-Пагу? Не думаю, что это что-либо значит, сэр. Необычная погода, конечно же. Конечно. А какая погода нас ожидает в Апиа? Необычная. Билет первого класса. Имя пассажира – мистер Альфред Дэвидсон. Добро пожаловать в Пагу-Пагу, мистер Дэвидсон. Спасибо. Но мы пробудем здесь всего один-два часа. Сегодня мы держим путь на Апиа. Сегодня боюсь. Прошу прощения. Спасибо. В чем дело, Альфред? Что-то случилось? Оказывается, сегодня не удастся продолжить путь на Апиа. Сегодня не удастся? Почему? Один из моряков заболел холерой. Они не могут продолжить путешествие, пока не удостоверятся, что все остальные члены экипажа в порядке. Похоже, мы застряли на несколько дней. Я бы предпочел холеру. Где же мы остановимся? В универсальном магазине. А вот и сам, мистер Хорн. Мистер Хорн? Добро пожаловать на мою землю. Приятная неожиданность. Как поживаете, миссис Дэвидсон? Здравствуйте, мистер Хорн. Наш бедный остров к вашим услугам. Познакомьтесь, доктор. Рад знакомству. Скоро отплывайте. Наше путешествие задерживается. Холера на борту. Можете нас приютить у себя? Как не повезло. Я имею в виду холеру. Неужели ничего нельзя сделать? Маловероятно. Попробую убедить губернатора, чтобы сделать исключение. Пойду поговорю с ним сейчас же. Джо! Надеюсь, мои гости не станут возражать, если я отлучусь на пару минут. Я должен их лично проводить до гостиницы. В чем дело, Джо? Больше всего я ненавижу реформаторов. Вот почему ты с ними так себя вел. Да. Ты бы постерегся, пока эта невинная парочка разгуливает по острову. Они свернут тебе шею, чтобы спасти собственную шкуру. Кто свернет шею? Следователь морского ведомства. Профессиональный реформатор. У него больше могущества, чем у Южных морей, Солнечной системы и Американского правительства. Мудрые слова. Снова промазала. Можешь делать с ним все, что пожелаешь. Можешь его отшлепать, разорвать на куски. Можешь скрутить в бараний рот. Делай все, что пожелаешь. Ладно тебе. Ты что, шутки не понимаешь? Привет, Лэнс. Ребята, хочу вам представить Томпсон. Сэйди, познакомься с ребятами. Ребята. Это мистер Хорн. Мистер Хорн, ваш климат просто ужас. Прости, Сэйди. Лучше не бывает. Я вас не миню. Ну, что там за задержка? Сколько мне еще здесь торчать? Я думаю, не менее двух недель. Чему быть, того не миновать, как говорится. Вот это задор, Сэйди. Мне нужно беспокоиться. Беспокойство ни к чему. Наслаждайся сегодняшним днем, потому что хуже уже не будет. К тому же, мне нравятся эти ребята. Привет, красавчик. А ты когда уехал из Канзаса? Вот она тебя и раскусила. Заткнись. Он у нас в стеснительной миссии. Не обращайте внимания. Перестань, а то я выброшу тебя за борт. Оставь его в покое, красавчик. Я в свое время тоже уехала из Канзаса. Как только представилась возможность. Как ты? В порядке. Приятно познакомиться с такой леди. За ним нужен глаз да глаз. Я сегодня уже достаточно приняла. Позвольте заметить, Сэйди отменная девчонка. Джонни, приютишь Сэйди на время нашего пребывания? С удовольствием. Не обсудить ли нам материальную сторону вопроса? Знаешь, как это бывает, когда путешествуешь в такие дали? У Сэйди не было времени на сборы. Она хороший человек, правда, с финансами проблемы. Она не может позволить себе платить за комнату более доллара в день. Позаботься об этом. Я попросила квартирмейстера помочь мне с размещением. Мне многого не надо. Все будет в порядке. Миссис Хорн о вас позаботится. Что ж, выпьем. Миссис Хорн о вас позаботится. Миссис Хорн о вас позаботится. В Штатах сейчас не сладко. В смысле? Все должны себя хорошо вести. Да уж. Мы живем по новым предписаниям. Да не посмей доставить себе удовольствие. Я предвидел это еще 20 лет назад, поэтому уехал из Чикаго. Я хотел тишины. Здесь я ее нашел. Мой друг, вы созерцаете последние останки рая на земле. В этом и заключается мое разногласие с реформаторами. Никак не отстанут. Да, я понимаю, что реформаторы чувствуют себя здесь не очень-то комфортно. Почти как порядочная жена, проснувшаяся однажды в гареме. Помните, о чем они вчера вечером говорили? Вы уже поведали доктору Макфейлу? Вы имеете в виду свадебные обряды и танцы при Луне? Да. Что он сказал? Обычно он немногословен, но я уверена, он от этого не в восторге. Посмотрите на этих туземцев, доктор. Они самые счастливые люди на земле, принимающие жизнь такой, какая она есть. Им ничего не нужно, кроме еды, песен, танцев и сна. От размышлений у них болит голова. Деревья и море обеспечивают их пищей. Поэтому им не нужно драться за еду. Они довольны своими богами. И вдруг появляется мистер Дэвидсон и заявляет, что они пропащие души и нуждаются в спасении даже против своей воли. Досадно, что человеку не удалось усовершенствовать душу, не потеряв Адема. Да вы философ, доктор. Я просто наблюдателен. Тоже, надеюсь, прогулка нам обоим пошла на пользу. А теперь добро пожаловать на виллу Хорна. Он здесь новенький, к тому же у него плохое зрение. Да, я знаю. У него плохое, а у тебя хорошее. А у меня все равно лучшее. Я забираю красавчика. Мальчики, можете взять выпивку, если хотите, но не переборщите. А вот и нет. Я говорю, Джек, не сейчас, еще слишком жарко. Я приду, когда станет прохладнее. Моисей на вершине горы. Так это и есть солнечные южные моря. Но и место. Тишина да грязь. Прощайте, мои красавцы. Прощайте. В последний раз я так вымазалась, когда впервые села за руль. Поставьте багаж где-нибудь, мальчики. Надеюсь, я буду в лучшей форме, когда доберемся до апиа. Я бы на твоем месте не беспокоился, Сэйди. При такой жаре быстро просохнешь. Опять ты за свое. Звучит неутешительно. Пупсик. Миссис Макфейл, завтра мы с вами должны будем шить сетку от комаров. Иначе спать будет невозможно. А почему бы этим не заняться сегодня вечером? Я бы предпочла воздержаться от шитья в шабаш. Конечно, в порядке исключений, я могла бы заштопать порвавшуюся одежду. В данном случае это может послужить плохим примером для туземцев. Надеюсь, в апиа будет веселее, дедуля. С вашим приездом намного веселее. О, мистер Хорн. Я думала, вас настолько мучает жажда, что поиск не составит труда. Дай-ка я посмотрю. О, вот и наш беженец из Кентукки. У кого открывалка? Вот возьми, Сэйди. Спасибо, парниша. Мальчики, опрокинем по чуть-чуть. Какое восхитительное зрелище. После вас. Я принесу вам рюмку, мисс Томпсон. Это еще зачем? Вот так, леди, запасливая. Друг сунул перед отправкой с Гонолулу. Не то, чтобы тебе это понадобилось, Сэйди, сказал он. Он прав, тебе не нужен градус, чтобы быть на высоте. Я была рождена под градусом. Ух ты, вот только посмотрите. Музыка и выпивка, вот в чем преимущество непогоды. Танцуешь, красавчик? Нет, мисс Томпсон. Я так и не научился правильно двигаться. Я тебя научу до отъезда. Воспринимай это как угрозу. Квартирмейстер здорово танцует степ, вот увидишь. Хоть по нему и не скажешь. Давай, Птенчик, покажи мальчикам высший класс. Вспомним былые времена. Конечно, давай. Поддержи-ка мою сигару. Только без выкрутасов. Спасибо. Гири, зачем ты их провоцируешь? Не забывай двигаться в такт. Молодец, Эдди. Хорошо двигаешься. Держи ритм. Скользи. Молодчина. Милочка, смотри, как мы раскачиваемся. Милочка, вы совсем не уважаете День Господень? А что? Сегодня воскресенье, милочка. Вы со мной разговариваете? Я просто ставлю вас в известность, что сегодня шабаш. Шабаш, точно. Я прошу это прекратить. Вы меня слышите? Мэм, мы вам мешаем? Мешаете ли вы мне? В неделю шесть дней для танцев, если вам так этого хочется, мистер Хорн. Так вот, что вы подразумеваете под словом «универсальный». Это универсальный магазин, мэм. Ну ладно, хватит. Жалоба принята. Можем перебраться в мой номер, если вы не возражаете, мистер Хорн. С моей стороны, возражений нет. Пойдем, дорогуша. Мальчики, мы переезжаем. Красавчик, не забудь пластинку. А ты возьми выпивку. Присоединяйтесь, мистер Хорн. Кто это молодая особа? Насколько мне известно, ее зовут Томпсон. Я имею в виду, чем она занимается. Я не спрашивал. У нас корабля. Я в курсе. Боюсь, мистеру Дэвидсону это совершенно не понравится. Я переговорил с губернатором. К сожалению, ничего нельзя сделать. Это означает 10 дней здесь. Вероятно, две недели. Что ж, я ожидала худшего. Наши комнаты наверху. Две недели нам нечем будет заняться. Я знаю хорошее средство, чтобы время пролетело незаметно. Достаточно только разбить день на разного рода занятия. Какие-то часы мы посвятим занятиям, какие-то часы упражнениям. Ну, а какие-то часы мы посвятим развлечениям. С развлечениями здесь не густо. Кому-то же удалось найти. Эта девушка из второго класса. Весьма заурядно, безвкусно. Безвкусно одета. На мой взгляд, это девушка легкого поведения. Возможно, ты встречал ее на корабле. Нет. Я встречал ее в Апи, а она на хорошем счету. Кто она? Обыкновенная девушка. Ничего из ряда вон выходящего. Думаю, это просто без церемона так громко слушать музыку. Мне вправе вмешиваться? Кстати, доктор, завтра вы можете проведать местный госпиталь. Вообще-то завтра праздник, но я поеду. Корабль должен быть отплывает раньше назначенного времени. Грустно смотреть, как он отплывает. Это наша единственная связь с домом. Тебе лучше поторопиться, иначе опоздаешь. Сэйди, прости, я не могу остаться на обед. Надеюсь, мы еще как-нибудь увидимся. Потому что ты хорошая девочка, и ты мне нравишься. Я тебе вот что скажу. Напиши мне красивое любовное письмо, ладно? Будет сделано. Красивое письмо. И как только напишешь, брось его в море. Пока. Ту-лу. Алоха. Сэйнара. Все, я пошел. Прощайте, мистер Дэвидсон. Прощайте. Прощайте, мистер Дэвидсон. Прощайте. Прощайте, мистер Дэвидсон Здравствуйте, мистер Дэвидсон Лучше поторопитесь на борт, квартирмейстер Есть, всем до свидания Пойдем, чай остынет Сколько это уже длится? Все утро Откуда взялись эти моряки? Они появились неоткуда, вместе с ней Трудно себе представить, что с нами будет по истечении двух недель, если они будут продолжать в том же духе В чем дело, Альфред? Все ясно, как божий день Это женщина из Кабаре Мне тоже так показалось Но я не посмела это озвучить А что такое Кабаре? Рассадник чумы в Гонолулу Этот мужчина так неодобрительно на меня посмотрел Что ты собираешься делать, Альфред? А что ты думаешь? Я не собираюсь наблюдать за тем, как это место превращается в бордель Может, не стоит туда ходить? Вы слишком плохо знаете мистера Дэвидсона Предположив, что страх телесных увечий станет преградой выполнения его обязанностей Прекратите, это слишком далеко зашло Ребята, покажем ему В следующий раз получите как следует Следующего раза не будет Прежде чем врываться в комнату к женщине, неплохо было бы для начала представиться Пойдем, дорогой Альфред, Альфред Не знаю, что он сделает Но мне бы очень не хотелось оказаться на ее месте Продолжение следует... Здравствуйте, доктор Здравствуйте Ходили погулять? Пытался Похоже на прогулку по болоту Который сейчас час? Почти шесть Еще целый час до ужина Ходили в госпиталь? Нет День выдался не слишком насыщенным Вот бездельничаю Почему бездельничаю? Почему бездельничаете? Безделье в качестве отдыха В Иллинойсе, где я вырос, считалось, что человек, позволивший себе взять один выходной в 10 лет, был опасным и ущербным недотепой Да В тех местах это так Не видели здесь нигде выпивки, док? Выпейте Пустая Предложение все еще в силе В магазине есть еще О чем я говорил? Что чрезмерное посвящение себе работе – это зло Так и есть В этом мире так много энергии идет не в то русло, доктор Вы имеете в виду вообще или конкретно? По секрету Поступок Дэвидсона ни в какие ворота не лезет Эта девушка с Эдди Томпсон не делала ничего плохого Понимаю, к чему вы клоните Он разозлился, как только узнал, что я дал ей отдельную комнату Это же ваш дом? Да, но у таких людей большие связи Как только возникает какая-то проблема, ее надо решить любой ценой Неужели он попросил вас выставить эту бедную девушку на улицу? Нет, не совсем Он прекрасно знает, что ей некуда больше податься, кроме хижин и туземцев Возможно, для нее было бы лучше поселиться там Так чего же он от вас хочет? Говорит, что хочет обойтись честно и со мной, и с ней Но я этому не верю А на ваш взгляд, она и впрямь из табаре? Я не знаю, и мне все равно Если даже и так У всех есть маленькие тайны, о которых предпочитают молчать Здравствуйте, доктор Добрый вечер Добрый вечер, Джо Стены все еще держатся, не так ли? Но Давайте только не будем про жару Решила немного отдохнуть Скоро уже нужно ложиться спать Я весь день размышляла, чтобы съесть на ужин тунца или бобы Решила в пользу бобов Потом подумала, они съест ли мне тамали Мистер Хорн, у вас не будет баночки, консервированных тамали? Думаю, да Посмотри сама Не к спеху Попозже На этом острове столько свободного времени Не нужно никуда бежать, никто не торопится Не возражаете, что мы тут беседуем о том о сем, игнорируя вас? Нет Выпей Спасибо Не видел этого Моричка по прозвищу Красавчик? Нет Сегодня его не было Неважно Я просто хотела у него кое-что спросить Если увидишь его, скажешь, чтобы зашел ко мне, ладно? Помнишь, что я тебе вчера говорил, как друг другу? День, два Я бы обошелся без гостей Понимаю Пока Дэвидсон не придет в себя Думаешь, я во всем виновата? Я никого не виню Да кто он такой? Что мы такого делали? Просто разговаривали и пели Ни одного постыдного слова или мысли И вдруг ниоткуда врывается он Опрокинул граммофон Что вы себе позволяете, говорю я Он принял нас выставлять Мальчики решили, что он сошел с ума и повалили на пол Я в курсе В любом случае, я бы посторонился его хотя бы первое время Если ты об этом, то пусть лучше сам держится от меня подальше Никогда еще не имела дела с такими типами И не собираюсь в дальнейшем Слушай, а что за тип этот местный губернатор? Губернатор? Да Ну, в принципе, хороший человек А что? Да ничего Просто хотела узнать Как у него только наглости хватает Жаловаться на меня, губернатор Представляете? Почему вы решили, что он пошел на вас жаловаться? Ахара мне сообщил Он донес на Ахара, что тот выпивал Не хочу, чтобы этот паренек попал из-за меня в беду Думаю, Ахара сможет сам за себя постоять Я тоже могу, если придется Мисс Томпсон, я бы постерегся Чего? Вообще постерегся Поверь мне Сколько раз тебе говорить, что мне вообще на него плевать? Пусть занимается своими делами, а я буду заниматься своими А если ему нужны неприятности, я ему это устрою Вот так Мистер Девица никогда не ошибается в людях Неужели? Кажется, задул ветер перемен Пойду лучше поищу что-нибудь на ужин Где у тебя консервы с томали? Так где ты говоришь консервы? Если что и осталось, то только на той полке В любом случае, между нами-то кошка не пробегала Просто док, вы не проронили ни слова И безмолвие может доставлять удовольствие Мистер Дэвидсон еще не вернулся? Нет еще, миссис Дэвидсон Как голова? Чувствуете себя лучше? Самую малость Эта девушка, мисс Томпсон Она раскаивается в содеянном Если бы она только знала, что натворила Ее раскаянием не было бы конца У мистера Дэвидсона доброе сердце Он оказывает помощь всем без исключения Но он беспощаден к греху Ты нашла Тамали, Сэйди? Да Не оборачивайтесь, она идет Да, вот она я А что такое? Положим конец этому Я плачу за свою комнату, не так ли, мистер Хорн? Совершенно верно, мисс Томпсон Тогда скажите своим друзьям, что у меня такие же права, как у них Мисс Томпсон, никто не утверждает обратное Не смотрите в ее сторону Не разговаривайте с ней На вашем месте я бы молчала Такое бесстыдство Возмутительно Не нужно Вы только себе навредите Знаю, это глупо Я впервые общаюсь с женщиной такого типа Одно только успокаивает Нам не придется этого долго терпеть Мистер Дэвидсон за этим проследит Здравствуйте, Дэвидсон Альфред, тебе стоит переодеться Мне вскоре нужно будет отлучиться Опять? Альфред, тебе нужно отдохнуть Обязательно Моя жена словно мать Вечно о чем-то беспокоится Но в основном, конечно, обо мне Не знаю, что бы я делал без своей любимой жены Благодаря ей у меня есть силы и мужество идти вперед Альфред Альфред Незадолго до твоего прихода Та девушка со мной говорила Она насмехалась и кричала на нас Что ты будешь делать? Ужин готов Интересно, когда не о чем больше думать Начинаешь думать о еде Думать как раз есть о чем Говоришь, это мисс Томпсон с тобой разговаривала? Да Она набросилась на нас с оскорблениями По словам губернатора, это не в его компетенции Но если это перейдет все границы, я уговорю его принять меры Уверен, он просто слаба Вы говорите так, потому что он вам не потакает в ваших прихотях Я лишь хочу, чтобы он поступил правильно Возможно, ваше представление о правоте расхожее Если бы у человека была гангрена на ноге Вас бы смогли переубедить ампутировать ему ногу? Гангрена – это неоспоримый факт Это по-вашему правильно? На мой взгляд, это спорный вопрос Эта несчастная девушка пробудет в нашем обществе лишь до остановки в Апиа А дальше? Не думай, что это нас касается В этом наше мнение и совпадает Думаю, стоит с ней поговорить Альфред, но зачем? Хочу дать ей возможность образумиться Она лишь оскорбит тебя Пусть, пусть оскорбляет Она смертная, как все мы Я должен сделать все, чтобы спасти ее Мисс Томпсон, у меня к вам разговор Я ужинаю Я подожду Думаю, ужин подождет, если это что-то важное Мисс Томпсон, я хочу преподнести вам подарок Самый дорогой подарок на Земле Вы мне что-то хотите подарить? Совершенно верно Я не понимаю Мой подарок безвозмездный Не понимаю, почему вы так внимательны, мистер Дэвидсон Думаю, у вас благие намерения Хотя чувство беспокойства меня не покидает За свою жизнь Я ни разу никого ни о чем не просила Да будет повержен тот, кто, имея ключ к спасению, отказывается отпереть дверь А, понимаю, о чем вы Но меня ничто не повернет Так или иначе, я справлюсь Разговор окончен, мистер Дэвидсон Ужин стынет, а я голодна Вы нуждаетесь в духовной пище Вы изголодались по мыслям о вечности Вы правы, мистер Дэвидсон И я благодарна вам Особенно после вчерашнего Знаете, между нами, говоря Я была уверена, вы так все не оставите Мне было очень стыдно, и я собиралась извиниться Вы меня с кем-то путаете, я не держу зла Все говорят, что вы подлый Я же думаю, что такой человек, как вы, не может затаить злобу из-за какого-то пустяка Это к делу не относится, мист Томпсон Я бы хотел дать вам шанс, прежде чем перейду к действиям Какой еще шанс? Шанс обрести спасение Я в порядке Не стоит обо мне беспокоиться Видите ли, я счастлива, да? В настоящее время у меня не копейки, но это меня не тревожит Все будет хорошо, как только я доберусь до Апиа У меня там друзья И что за друзья? Просто друзья Девушка, с которой мы вместе работали Еще американские ребята открыли там сахарный завод Она написала мне, что может устроить меня в качестве кассира Какое-то время вы проживали в Гонололу, не правда ли? Чем вы там занимались? Работала Где? Подрабатывала певицей Голос у меня неплохой Где вы жили до того, как вы отправились в Гонололу? В смысле, откуда я родом? Да, откуда вы родом? Родилась в Кеннессо, штат Канзас Отец с матерью перебрались в Калифорнию Продали ферму и купили раньше неподалеку от Лос-Анджелеса Мне тогда было 15 Мать умерла С отцом же мы не поладили И я перебралась в Сан-Франциско Там и работала, пока не уехала в Гонололу Что заставило вас поехать в Гонололу? Не знаю Захотелось перемен Перемен захотелось Что ж, Сэдди Томсон, касательно моего подарка Что вы с ним собираетесь делать? А что с ним делать? Не знаю Не понимаю, о чем вы Помните, я вам говорила Мне ничего не нужно Я сама могу о себе позаботиться Буду ходить без копейки, ну и что? Куда бы судьба меня не завела Значит, так тому и быть Это моя жизнь Спасибо за заботу Очень мило с вашей стороны Рада, что вы на меня не в обиде Не люблю ссоры Мисс Томсон, я буду с вами терпелив Я лишь хочу, дитя мое, чтобы вы поняли Все, что произошло накануне, не имеет никакого значения Неужели вы думали, что оскорбили меня? Вы правда не сердитесь, мистер Дэвидсон? Хочу сказать Чтобы вы не переживали Все останется между нами Эти женщины отказываются мириться с тем, что живут со мной под одной крышей Я буду тихой, словно мышка Обещаю К тому же не хочу, чтобы вы окидывали меня злым взглядом Никаких злых взглядов Они просто ждут момента с тобой подружиться и помочь тебе с твоими проблемами Нет Вы совсем не знаете этих женщин Невооруженным глазом видно, что они никогда не протянут руку помощи Это ваш шанс, Эдди Томсон Если вы искупите свою вину без сожаления, вы встанете на верный путь Признаюсь, вы поставили меня в тупик К чему вы клоните? О каком искуплении вы говорите? О вашей жизни Мистер Дэвидсон Почему вы так за меня беспокоитесь? Ваша душа повержена Я считаю своим долгом показать вам путь к спасению А у меня есть право голоса? Можете выбрать одно из двух И каков второй вариант? Уничтожение Кто же меня уничтожит? Силы, которые не терпят зла А вы? Что вы будете делать? Выполнять свой долг Знаю Вы пожаловались на меня губернатором Да, я виделся с губернатором В таком случае, все, что вы сейчас сказали, было всего лишь пустым звуком Тихо Вы готовы распрощаться с грехами? Начать жизнь праведной жизнью и молиться о прощении? Если нет, пеняйте на себя, я не пущу вас Вапиас, Сэйди Томпсон, вы порочная женщина и живете порочной жизнью Вы лжец Да кто вы такой, чтобы меня так обзывать? Вы отрицаете, что сбежали из Кабаре? Я достаточно наслушалась Теперь слушайте меня По вашим словам, мне надо быть осторожным Вам самому следовало бы поостеречься Оставьте меня в покое или увидите, какая я в гневе Вам же будет хуже Вами управляет дьявол, бедная Сэйди Томпсон Вами овладело зло Лучше позаботьтесь о себе А я о себе Я знаю, что вам нужно Хотите еще один скальп? Моего вам не видать Вам не заставить плясать меня под вашу дудку Это ваш последний шанс, Сэйди Томпсон Станьте со мной на колени и помолитесь Пустите меня Сэйди Томпсон, вы обречены Вы смешны Добрый вечер Молодой человек На вашем месте я бы избегала этого места Почему? У вас может быть еще больше неприятностей Я не впервые вдали от дома, мэм Я могу за себя постоять Знаете ли вы, что за женщины Это Сэйди Томпсон Мэм Мой вам совет Держитесь от нее подальше Я уже здесь С вашего позволения Мистер Хорн В чем дело? Выглядите расстроенной Расстроенной? Возможно Это все дождь виноват Сводит меня с ума Хочется биться головой об стенку Хуже, когда дождь прекращается Как только выглядывает солнце, невозможно дышать Вам бы выйти прогуляться Я выходила утром Хотела навестить ту семью, о которой ты мне говорил Они захлопнули дверь, будто бы я заразная Быть сиротой всегда приятно Сэйди, послушай Хочешь доставить мне неприятности? Хорошо, Джо Спасибо, Сэйди Только послушай Тебе не хочется взять и закричать А что с того? Сил больше нет Чувствуешь себя несчастной Безнадежной Не говори так, Сэйди Вам этого не скажешь Не обращай внимания Это пройдет Знаешь Я только что беседовала с Дэвидсоном Да? Да О чем? Говорит, что не пустит меня на Апия Конечно, всем очевидно, что правда на его стороне Единственное, что мне непонятно Так как это он собирается мне помешать? Не знаю, что он может предпринять Я тоже не знаю И все же мне неспокойно Знаешь, в этом старом вороне есть что-то нечеловеческое Возможно, это его глаза Такие глубокие, нагоняющие ужас Он будто бы читает твои мысли Думаю, мне скоро понадобится дружеская поддержка Вдали от дома Выше голову, все образумится Я в неведении, в одиночестве И этот дождь Чувствую себя Вот такой крохой Как ребенок Увидит страшный сон За тобой гонятся Ты зовешь на помощь А никто не слышит Если будет нужна помощь, я всегда рядом Помните об этом Спасибо, красавчик Слушайте, если вдруг что-то пойдет не так И будут проблемы с поездкой на Апия Что вы будете делать? Может, стоит все продумать? Что я буду делать? Думаешь, что-то пойдет не так? Нет Но если вдруг этот тип доберется до губернатора И они вас задержат Что вы будете делать? Не знаю Вернетесь в Штаты? Нет Они не могут меня заставить, правда? Вы сами вправе решать Я не хочу возвращаться в Штаты А может, все же вернетесь Проведаете родню? У меня никого нет Там меня никто не ждет Меня тоже В чем дело? Мисс Сэйди Я не вернусь Они ведь не могут меня заставить, так ведь? Думаю, в Гонолулу Вы тоже не хотите Можете поехать в Сидней? В Австралию? Что мне там делать? А работу получить легко, все дешево На вашем месте я бы поехал туда Думаешь, там лучше? В Апии у вас нет будущего Это конец света Сточная канава Никогда не думала о Сидней Как туда добраться? Два раза в месяц туда идет корабль Я сам туда направляюсь, как только закончу дела Правда? Через месяц и три дня Чем там будешь заниматься? Строительством одному Моему товарищу нужен напарник Три года я обдумывал его предложение Вам понравится? Лефти Двенадцать лет назад мы вместе поступили на службу Я рада за тебя, красавчик У тебя все получится Знаете, мы с Лефти дважды поступали на службу во флот А как дошло до третьего раза? Мы просто зашли на корабль, который отплывал в Сидней Деваться было уже некуда И нас взяли Думаю, ты будешь рад с ним повидаться Если надумаете приехать в Сидней, я все устрою Да уж, жена Лефти будет мне особенно рада Я бы не волновался из-за Мэгги Вы чудно поладите Мальчик мой, я разбираюсь в женщинах, а ты нет Я знаю, о чем вы думаете Мэгги не такая Она добрая, отзывчивая Человеку всегда воздается за ее страдания Хочешь сказать, это Мэгги была распущенной до знакомства с Лефти? Лефти познакомился с ней в Гонолулу Это была любовь с первого взгляда Никому из них и дела не было, что они познакомились в Кабаре В Кабаре? Да Какая разница, где знакомиться Главное, что познакомились Ведь так Конечно, я не буду настаивать, если вас в Апио кто-то ждет Я особо не рвусь на Апио Тут такое дело Если поедете в Сидней сейчас, я составлю вам компанию Хотя, может, для вас это ничего не значит У меня не так много друзей, красавчик Я буду только рада Знаешь, ты такой забавный Наверное, я немного наивен Дети есть? У кого? У твоих друзей в Сидней Я думал, вы о другом Да, двое Ну что? Ты о чем? Поедем в Сидней? А почему бы и нет? Этого мне никто не запретит А я-то всю душу извела Все переживала из-за слов этого убрюмого типа Что не попаду на Апио Что ж, подавитесь вы своей Апио Я еду в Сидней Что нужно? Можешь идти Это вам Мне? Кто это мне пишет письма? Это от губернатора От губернатора? В чем дело? Я не вернусь Они не могут меня заставить Не могут Что случилось? Губернатор приказывает мне вернуться в Сан-Франциско Не волнуйтесь Я вот что вам скажу Идите к губернатору Попросите его в качестве одолжения Остаться здесь еще на 3-4 дня Он со мной встретится? Поторопитесь, пока он не уехал Может мне с вами поехать? Да, пожалуйста Я только пальто надену Вернулись, да? Вы низменный подлец Что вы наговорили обо мне губернатору? Я бы хотел с вами еще раз побеседовать, мисс Томпсон Вы жалкий человек Будь вы единственным человеком на земле Я бы отказалась с вами общаться Мне противно на вас смотреть Вначале заставляете выслушивать всю эту чушь о спасении души А потом идете и добиваетесь, чтобы меня отсюда выдворили Вы ничтожны Сэйди Мне нет дела до ваших слов Как можно так грязно лгать губернатору? Потом приходит это И я должна отплывать со следующим кораблем Думаю, ввиду нынешних обстоятельств Он позволит вам остаться Да какое ему до меня дело? Это все вы во всем виноваты Это все из-за вас Я лишь попросил губернатора предпринять нужные действия в рамках его юрисдикции Почему бы вам не оставить меня в покое? Чем я вам досадила? Можете быть уверены В этом случае все было бы иначе Думаете, дождь будет мне помехой? Вам была дана возможность образумиться Сэйди Ни слова больше Я знаю таких, как вы Жалкий двуличный тип Могу поспорить Еще ребенком выловили мух и отрывали у них крылья Вы протыкали иголкой лягушек, наслаждаясь их беспомощностью Я знаю таких, как вы Лучше своей бабушке рассказывайте сказки о спасении души Вам будет приятно услышать, что губернатор наконец-то принял меры Он слабый человек и поначалу утверждал, что это его не касается Понимаю, почему Как же вы его переубедили? Мне пришлось прибегнуть к помощи В Вашингтоне я представляю учреждение с завидными связями Мисс Томпсон отправится обратно следующим же кораблем Как скоро? Голден Гейт приплывает сюда в следующий вторник из Сиднея На нем-то она и поплывет Целых четыре дня Ты готова? Думаю, на этом все и закончится Миссис Дэвидсон, говорит, она глаз не замкнулась с тех пор, как эта девушка тут поселилась Не думаю, что ее религиозные наставники такие же крикунны О таких вещах не шутят, Роберт? Простите, док Мисс Томпсон не здоровится, вы ее не осмотрите? Конечно Она здесь Мне сказали, вы себя неважно чувствуете Я в порядке, мне просто нужно с вами поговорить наедине К Вашим услугам Мне надо возвращаться, увидимся позже Не вешайте нос Спасибо, красавчик А вот и сержант Здорово Что ты тут делаешь? У тебя неприятности? Сержант вас вызывают Идем Сомневаюсь, что смогу помочь вам Возможно, вам удастся его убедить отправить меня в Сидней Всего каких-то 3-4 дня Я спрошу Скажите ему, что я смогу найти там хорошую работу Скажите ему, что я не могу вернуться в Сан-Франциско На это есть твоя причина, пожалуйста Я сделаю все возможное Благодарю Благодарю Дэвидсон В чем дело, доктор? Хочу с вами кое-что обсудить Мне подняться? Я сам спущусь Скажите ему, что я сожалею о случившемся, прошу прощения Идите к себе Чему я обязан, доктор? Это касается мисс Томпсон По словам губернатора, он не прочь, чтобы девушка осталась здесь до следующего корабля на Сидней Если у вас нет возражений Просите, доктор, я не вижу смысла обсуждать это Девушка не желает возвращаться в Сан-Франциско ввиду определенных обстоятельств Я не вижу никакой разницы, если вместо этого она поедет с Сидней Это вопрос лишь несколько дней Вы, конечно же, хотите как лучше, но я не изменю своего решения Думаю, вы слишком жестоки Вы обо мне такого мнения, доктор Поверьте, моя душа оскорбит по этой несчастной девушке Но я не изменю своего решения Если же губернатор решит поступить иначе Это его дело Он не сделает этого, вы знаете почему Верно? Пожалуйста, не стоит так говорить лишь потому, что я не могу удовлетворить вашу просьбу Я уважаю вас, доктор Мне бы не хотелось, чтобы вы обо мне плохо думали Я сомневаюсь, что вы слишком хорошего мнения о себе Как же можно оставаться таким хладнокровным? Простите Не сдавайтесь, мисс Томпсон Они бесстыдно с вами обошлись Я сам пойду к губернатору Правда? Прямо сейчас? Сейчас же Вы такой любезный, такой любезный Что вы ему скажете? Не плачьте, мисс Томпсон Думаю, я смогу кое-что сделать С Богом О Господи, Отец наш Небесный Да светится имя Твое Да пребудет Царствие Твое на земле И обдели нас хлебом насущным Искупи грехи наши Не дай поддаться искушению Защити от злого умысла Да пребудет Царствие Твое И ныне, и пресно И во веки веков Аминь Вот что я тебе скажу Мистер Дэвидсон, беготу Что? Что вы говорите? Амина знать, что он беготу Что она говорит? Что ты говоришь, Амина? Амина знать, он беготу Колдун Всевидящее око Все видит, все знает Живет по законам Божьим Как-то раз он проголодался Изловил самого дьявола Да и отобедал им Это притча Прекрати Мне не по себе Дай-ка выпить, Джо Это Дэвидсон, там наверху Похоже на его голос Что он говорит? Он говорит, Аминь Выпивка никуда не годится Ничего не чувствую Может, это потусторонние силы? Что ты там про колдуна говорил? Все видит Все знает Знаешь, прямо как Дэвидсон Он Видит тебя насквозь Читает твои мысли От него ничего не скроешь Да уж Что он сказал? Мне очень жаль, мисс Томсона Да ничего Спасибо 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 Прошу Прошу Прощения за свои слова Прошу прощения за все, что произошло Извинения принимаются Ваши взяла Я проиграла Пожалуйста, не заставляйте меня возвращаться в Сан-Франциско Почему вы не хотите туда возвращаться? Там, моя родня Не хочу, чтобы они видели меня в таком виде Вы же говорили, у вас никого нет У меня есть отец Вы же сказали, ваш отец не живет в Сан-Франциско Нет, это не причина, мисс Томсона Почему же вы не хотите возвращаться? Я же уже сказала Нет, не сказали Я хочу начать нормальную жизнь Если я вернусь, все будет как прежде Что помешает вам начать новую жизнь? Там человек, который мне этого не позволит Почему? Не позволит и все Понимаете? Я боюсь, что он меня найдет Кто этот человек? Он вроде политик Вы боитесь его влияния? Да, точно Видите ли, у него дурная репутация Я боюсь его Не надо сообщать о вашем приезде Он и без того узнает Сан-Франциско большой город, мисс Томсон Вы вполне можете избежать встречи Мне понадобится помощь по возвращению А всех, кого я знаю, знакомы с ним Если вы действительно хотите начать новую жизнь Зачем бежать за помощью к старым приятелям? Моя организация поможет вам встать на ноги Ему не нужно будет знать о вашем возвращении Он узнает Все корабли проверяют Вы хотите сказать, что проверяя каждый корабль, они надеются найти вас? Да Мисс Томсон, эти скитания вас никуда не приведут Почему вы боитесь вернуться в Сан-Франциско? Я же сказала, потому что я не могу начать там новую жизнь Сказать вам, почему вы боитесь? Это ваш политик, он носит форму и значок Вы боитесь тюрьмы? Не отправляйте меня обратно, пожалуйста Я буду себя прилежно вести Это и вправду тюрьма? Меня подставили Они меня не поймали, мне грозит три года Три года? Дайте же мне еще один шанс Только один шанс Я дам вам последний шанс То есть, мне не придется возвращаться? Нет, вам придется вернуться Вы отправитесь в Сан-Франциско во вторник, как приказал губернатор Если вы впрямь раскаиваетесь, вы примете это наказание Это расплата за ваши грехи Если захотите меня видеть, я приеду В любое время дня и ночи я приеду, буду ждать вашего звонка Мистер Дэвидсон Подождите Вы правы Мистер Дэвидсон, я никчемная Я хочу стать праведной Но я не знаю как Позвольте мне остаться здесь с вами А вы мне расскажете, что надо делать Что бы это ни было, я это сделаю Вы не можете остаться Вы должны вернуться и отбыть свой срок Если даже я раскаюсь и встану на праведный путь Мне все равно придется отбывать заключение Да, совершенно так Хорошо Я уеду, и мне конец Вовсе нет, это будет началом Я же вам говорю, меня подставили Даже в случае невиновности вы должны отслужить и доказать, что заслуживаете сострадания Виновна или нет? О чем вы говорите? Где же ваше сострадание? Вся эта чушь и раскаяние А что не так, мисс Томпсон? Все, я в это не верю Вы обязаны вернуться в Сан-Франциско По приказу свыше? Как бы не так, мистер Дэвидсон Мне с вашим Богом не по пути Можете ему так и передать Так и скажите, что Сэдди Томпсон направляется в ад Тихо Это зашло слишком далеко Нет, недалеко До сей поры вы говорили, что со мной не так Теперь настала моя очередь Вы приказываете мне вернуться к страданиям А вам известно, сколько я выстрадала Вам неизвестно и вам плевать А еще называйте себя христианином Вы ничтожный колдун Вам бы только истязать людей Вы уверены в своих силах Закон на вашей стороне Вы даже можете меня повесить А я могу стоя здесь перед вами Сказать вам в лицо Будьте вы прокляты О Господи, Отец наш Небесный Да светится имя Твое Да пребудет Царствие Твое На земле Не дай поддаться искушению Защити нас от зла Да пребудет Царствие Твое И ныне и присно и во веки веков Аминь Господи, услышь мою мольбу По этой пропащей душе Да не услышь ее порочных слов Отец наш Небесный Да услышь меня Да светится имя Твое Да пребудет Царствие Твое И на земле Не обдели нас хлебом насущным Искупи грехи наши Не дай поддаться искушению Защити от злого умысла Да пребудет Царствие Твое И ныне и присно и во веки веков Аминь О Господи, Отец наш Небесный Да светится имя Твое Да пребудет Царствие Твое И на земле Не обдели нас хлебом насущным Искупи грехи наши Не дай поддаться искушению Защити от злого умысла Да пребудет Царствие Твое И ныне и присно И во веки веков Аминь. О Господи, Отец наш Небесный, да святится имя Твое, да пребудет Царствие Твое и на земле. Не обдели нас хлебом насущным, искупи грехи наши, не дай поддаться искушению, защити от злого умыслов, да пребудет Царствие Твое и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 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 В твой месте я бы пошел спать и не совал свой нос в чужие дела. Да что ты. А почему бы и нет? Аминь. Чтоб потом ни в чем тебя не винили, если вдруг что-то пойдет не так. Звучит как угроза. Самый несчастный день в моей жизни. Все из-за этого корабля. Аминь. Туши свет. Я люблю спокойствие. Уже пять дней эта бедная девушка здесь, в центре внимания. А Дэвидсон и Док дерутся за ее душу. Аж мурашки потели. Не волнуйся, скоро все встанет на свои места. А тебе-то откуда это известно? Я даже в Библии не читал о таком изгнании дьявола. Бедные девушки будто вырвали сердце. Сэдди Томпсон, какой мы ее знали, больше нет. Увидишь ли ты ее? Ты прячешь ее от меня? Говорю, увидишь ли ты ее? Ее словно принесли в жертву. На нее смотреть страшно. Приведи ее, я подожду здесь. С удовольствием. Я рад только одному. Завтра мисс Сэдди Томпсон будет плыть по волнам. Это уж точно. Мисс Томпсон, к вам пришли. Иду. Сэдди. Ты ужасно выглядишь. Я думала, увижу ли я тебя до отъезда. Ты был так добр ко мне. Я никогда этого не забуду. Хочу поблагодарить тебя. Послушай, Сэдди. Сколько тебе нужно, чтобы собраться? Я уже собралась. Очень хорошо. Брикс и Ходксон будут здесь с минуты на минуту. Иди, собирайся скорее. Собираться? Мы отплываем сегодня же. Мой корабль отчеливает лишь завтра утром. Твой корабль отплывает сегодня. Я провожу тебя. Я должна дождаться мистера Дэвидсона. Он меня проводит. Мистер Дэвидсон никуда тебя не проводит. Нет. В чем дело? Где он? Ты не едешь в Сан-Франциско. Вот в чем дело. Ты отправляешься на острова Самаа. Переждешь там какое-то время. Оттуда в Сидней. А что же скажет мистер Дэвидсон, когда увидит, что меня нет? Ты знаешь его лучше, чем я. Но поверь, хотел бы я взглянуть на него, когда он увидит твою пустую комнату. Тебе было нелегко последние несколько дней. Забудь все. Очень мило с твоей стороны так обо мне заботиться. Что ты? Что ты? Это лишь маленькая доля того, что мне хотелось для вас сделать. Знаешь, это твоя забота. Ты заставляешь меня плакать, но... Что? Я не могу это сделать. Почему нет? Я должна покончить с этим раз и навсегда. Ты боишься Дэвидсона? Он никогда больше тебя не потревожит. Он тут ни при чем. Сложно объяснить, что со мной произошло. Мне и самой с трудом в это верится. Сэйди, тебе это понравится. Сама этого еще не осознаешь. Забудь мистера Дэвидсона. Поедем со мной. Я не могу. Не могу. Ты не ведаешь, что говоришь. Не ведаешь, что говоришь. Ты не вернешься, ведь там у тебя никого нет. А через пару недель я приеду к тебе в Сидней. Помнишь, что я говорил тебе о Лефте и Мэгги? Не хочу слышать. Не хочу слышать. Почему нельзя раскаяться, находясь в Сиднее? Какая разница, где каяться? Тебе не понять. Я должна вернуться и понести наказание за прошлые грехи. Что ты говоришь? По возвращении в Сан-Франциско, красавчик, я сяду в тюрьму на три года. Господи. Мистер Дэвидсон говорит, виновна я или нет в содеянном, не имеет никакого значения. Он говорит, это единственный выход. Он говорит, это единственный выход. Он говорит, я должна смириться с несправедливым наказанием. Слушай меня внимательно, быстро одевайся. Пусти меня, пусти. Не смей так больше делать. Уходи. Слышишь? Уходи. Сэдди. Сэдди. Уходи, уходи. Сэдди, послушай, пожалуйста. Красавчик, оставь меня в покое. А вот и ребята. Они пришли с тобой попрощаться. Нет. Они погрузят твои вещи в лодку. Нет, не нужно. Где же мистер Дэвидсон? Почему его нет? А ну-ка, бегом в ее комнату. Берите ее вещи и грузите на корабль. Мы забираем ее. Хочет она того или нет. Это же мои вещи. Кто им позволил их трогать? Сэдди, прекрати. Тебя могут услышать. Пусти меня. Уходи, красавчик. Оставь меня в покое. Неужели ты не понимаешь, Сэдди, ты не в себе? Нет, я в порядке. В порядке. Вот что я пыталась тебе сказать. Мистер Дэвидсон, святой человек. Он не такой, как ты и я. Я будто заново родилась. Неужели ты не видишь, красавчик? Да, я вижу. Но я вижу еще кое-что. Помнишь, я говорил, если тебе понадобится помощь, я буду рядом. Именно сейчас тебе и нужна моя помощь. Ты не поедешь в Сан-Франциско. Ты поедешь в Сидней. Сэдди, у тебя вся жизнь впереди. Поедем туда, где нам ничто не помешает. Только ты и я. Как Лефти и Мэгги. Две половинки. Ты будешь миссис Тим Ахара. Только Сидней и мы. Никакой тюрьмы. Я забираю тебя. Хочешь того или нет? Нет. Не заберешь. Не заберешь. Говорю тебе. Он отправит меня в ад. Мистер Дэвидсон. Я как раз вовремя. Весь вечер меня не покидала мысль, что вы в опасности. Сэдди, не слушай его. Мне жаль вас, Ахара. Ваши действия противозаконные. Ваши же действия ничуть не лучше. Вы пытаетесь похитить мисс Томпсон? Вы приступаете закон. Это вам срок не сойдет. Это мое дело. Кто вы такой, так набрасываться на бедную девушку, подводя ее до иступления, запугивая ее тюрьмой. Таких, как вы, надо еще поискать. Таких, как вы, днем с огнем не найдешь. Ваше поведение безрассудно, Ахара. Вы перешли все границы и собираетесь приступить закон. Вы не имеете права действовать подобным образом. Позвольте спросить, что вы собираетесь делать? Возвращайтесь в свою часть. А завтра, как только мисс Томпсон уедет, я буду ждать вас. Я лучше прослежу, чтобы Сэдди не пожалела о Сагейном. Вам придется для начала разобраться со мной. Следите за выражениями. Лучше держите свои советы при себе. Я предпочитаю думать своей головой. Ты не прав. Я знаю, что делаю. Я все вижу. Все видишь? Ты говоришь, как в бреду. Я вижу то, чего не видишь ты. То, что случилось со мной, случается не с каждым. Я была никем. Никчемная. Сейчас же я обрела целостность. Я человек. Как же прекрасно осознавать, что ты человек. Не понимая, как это могло произойти со мной. Ты говоришь правду, Сэдди? Да. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Не нужно ничего делать. Только больше ничего не говори. Хорошо. Я скажу ребятам, чтобы принесли твои вещи. Сэдди, если мы больше не увидимся, хочу сказать лишь одно. Я тебя никогда не забуду. Никогда. Но если захочешь, я приду завтра и погружу твои вещи на борт. Если захочешь. Не судите его строго, мистер Дэвидсон. Это я во всем виновата. Дитя мое, ты не виновата. За последние несколько дней ты стала ближе к Богу. Он испытывал тебя и удостоверился в твоей искренности. Сегодня он наслал на вас дьявола-искусителя, но вы не поддались соблазну. До этого ваша душа пребывала в глубинах тьмы, но сегодня она взмыла прямо к солнцу. Когда вы рядом, все так ясно, все хорошо. Но когда я одна, мне страшно. Я вспоминаю, какой я была, и не могу поверить в прощение. Днем не так плохо. А вот ночью мысли начинают одолевать меня. Что, если я вас больше не увижу? Что, если останусь одна? Когда вы будете наедине с собой, моя сила придет к вам сквозь молитву, которая все время у меня на устах. Понемногу вы сами начнете обретать силу, и придет время, когда грех и страх окажутся бессильны перед защитой Божьей. И тогда вы искупите свою вину, и откроются врата рая. Да. Да. Когда вы так говорите, мне не страшно. Моя прошлая жизнь была, как во сне. То была не я, а кто-то другой. Означает ли это, что я искупила свою вину? Мистер Дэвидсон. Да, Сэдди. Завтра предстоит тяжелый день. Вам надо собрать все силы. Постарайтесь уснуть. А если, проснувшись ночью, мне станет страшно, могу ли я позвать вас? Я приду на ваш зов. Я очень устала. Очень устала. Здравствуйте, Хорн. Все еще не спите? Нет. Зачитался? Хотите что-нибудь? Нет, я иду спать. Какой сильный дождь. Да уж. Все дома? Дэвидсон еще не вернулся. Не может уснуть. Не может уснуть? Миссис Дэвидсон говорит, его одолевают тревожные мысли. Доброй ночи. Доброй ночи. Все идет. Все возвращается. Вечно вращается колесо события. Все умирает. Все вновь расцветает. Вечно бежит год бытия. Так говорил Заратустра. Мистер Дэвидсон. Да, мисс Томпсон, как вы? Я не могу уснуть. Этот дождь. И барабаны. И мысли о завтрашнем дне. Я плохо справляюсь с одиночеством. Возможно, не сейчас, но со временем каждая молитва будет делать вас сильнее. Завтра в это же время я уже буду в пути. Не думаю, что мы еще встретимся. Не в этой жизни, Сэйди. Я проведу в тюрьме три года. Долгое время. Что же я буду делать, выйдя на свободу? Кем я буду? Эти мысли не дают мне покоя. Гуляя под дождем, меня тоже одолевали мысли. В ночи многое видно. Я увидел то, чего ранее никогда не видел. Я заглянул в самое сердце бездны. Сэйди, вы не обязаны возвращаться в Сан-Франциско? Что вы имеете в виду? То, что сказал. А как же самопожертвование? Да, но, как я уже сказал, вы не обязаны возвращаться. Если, конечно, вы сами не захотите. Но я хочу. У меня больше ничего нет. Это единственное, чем я могу пожертвовать. Я хочу это сделать. Я благодарю тебя, благодарю тебя. Почему вы так говорите, мистер Дэнс? Вы сказали именно то, чего я ожидал услышать. Мои мольбы были услышаны. Я молился, чтобы ваше желание смириться с наказанием стало подношением к ногам Спасителя. Я надеялся услышать от вас именно такой ответ. Надеюсь, мне хватит мужества идти до конца. С этого момента вы обретете силу. Все страхи прочь. Красивые и лучезарные. Вы станете одной из дочерей Владыки. Вот кто вы сейчас, Сейди. Дочь Владыки. Думаю, мне пора. Постараюсь уснуть. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дэвидсон Он жив? Мертв Уже несколько часов Самоубийство Я сообщу миссис Дэвидсон Нет, я скажу ей Мне бы этого не хотелось Но, думается, мне она уже в курсе Она слышала, как вас звали на помощь Тогда поторопитесь Интересно, почему он это сделал Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Джо, где мисс Томпсон? А ты как узнал? Один из ребят мне сообщил Я пришел как можно раньше увидеть Сэйди Ты же не думаешь Она же в этом не замешана? Нет, он сам все сделал Надеюсь, его не принесут сюда Не нравится мне, когда люди так заканчивают Какие спокойные Да уж Рад, что мне не пришлось ставить ее в известность Интересно, как она отреагирует Ты слышишь? Видишь? Она еще не знает Почему у нее музыка? Один из нас должен войти и рассказать ей о случившемся Она не прикасалась к этой штуке со дня ссоры с Дэвидсоном С чего бы ей слушать музыку? Не знаю Знаешь, вчера она была напугана предстоящей поездкой в Сан-Франциско Зачем она включила эту музыку с самого утра, когда впереди у нее нелегкое путешествие? Зачем? Откуда мне знать? Какие будут предположения? Никаких предположений Кто ей расскажет? Ты? Без ваших уст будет лучше Ну хорошо Мисс Томпсон Да? В чем дело? Пустите меня, это Хорн Нет, подожди, я сейчас Секундочку Это очень важно, мисс Томпсон Уже иду Здравствуй, Хорн Что нового? Здравствуй, красавчик Что ты так рано? Сэйди Удивлен видеть меня при параде? Сегодня утром я постаралась на славу К тому же я красивая и лучезарная Ты этого не знал? Как же было приятно лицезреть солнце сегодня утром Какая благодать Я бы прошлась по пляжу Если бы не каблуки Сэйди Выключи граммофон Почему? Они вернутся в любой момент Кто? Миссис Дэвидсон И почему же мне надо выключить граммофон к приходу миссис Дэвидсон? Мне нет дела до миссис Дэвидсон и до мистера Дэвидсона, в том числе Моему совет Отрастить крылья и лететь на небо Джо, выключи этот граммофон Не смей, Джо Пусть играет музыка Сэйди Кое-что произошло Да уж, произошло Вы, мужчины Свиньи Сэйди Дэвидсон покончил с собой Что? Его нашли этим утром на пляже С перерезанным горлом Убил себя Теперь я прощаю его Я лишь хотела подшутить А оказалось Джо Пожалуйста Не принимай близко к сердцу то, что я сказала тогда Все в порядке Я еду с тобой в Сидней Если приглашение еще в силе Вперед Я понимаю, мисс Томпсон Мне жаль его И мне жаль вас Мне жаль всех В этом мире Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok